Всем привет! Друзья, в этом ролике будем с вами готовить мандариновый торт. Но просто мандариновый не бывает. Килограмм или даже полтора вам точно понадобится, так как в этом торте мы мандарины используем и для приготовления бисквита, и для крема, и для наполнителя. Кстати, бисквит мы уже сделали в одном из предыдущих роликов. Подсказка на это видео будет где-то здесь. И поэтому время на готовку у нас сокращается. Вы его также можете сделать заранее, завернуть в пленку и в холодильнике. Такой бисквит хранится 5-6 дней, а в морозилке до 1 месяца. Я прекрасно понимаю, что в предновогодней суете не хочется много времени и сил тратить на десерт. Поэтому не стало усложнять рецептуру. Итак, переходим сразу к крему. Для крема нужны будут мандарины. Сорт выбираем без косточек. Кукурузный крахмал. Можно заменить на картофельный, хорошего качества. Сахарный песок и сливки с жирностью не менее чем 33%. Мандарины, так же как и в видео с приготовлением бисквита, необходимо 2 раза проварить. То есть ждем, пока вода закипит. Проходит 10 минут. Воду сливаем. Наливаем новую. Опять ждем, пока мандарины в кипящей воде проведут 10 минут. И все, подготовка закончена. После чего мандарины немного остужаем. Чистим. И пробиваем блендером. Затем процеживаем. Получилось вот такое пюре. То, что нам и нужно. Пюре желательно полчасика хотя бы подержать в холодильнике. Так как в холодной массе лучше всего расходится крахмал. В одном сотейнике соединяем мандариновое пюре, кукурузный крахмал и сахар. Венчиком хорошо перемешиваем, чтобы не было комков. Все, крахмал полностью разошелся. Ставим сотейник на плиту. Нагрев делаем чуть меньше среднего. И постоянно мешаем. Ждем, пока масса загустеет. Мандариновую массу переносим в отдельную чашу. Прикрываем пленкой в контакт, чтобы масса не заветрилась. После остывания минут на 10 чашу можно отправить в холодильник. Пока мандариновая кашица остывает, мы подготовим наполнитель. Это мякоть мандаринов. Если есть какие-либо сомнения по поводу горечи плодов, которые вы используете, то лучше также проварить. Провариваем мы как раз таки для того, чтобы исключить возможную горечь. Так вот, от долек отделяем перегородки, всевозможные прожилки. Оставляем только мякоть. Кстати, сок, который скопился на дне чаши, можно использовать для пропитки бисквита. Для своего торта я использовала, ну для наполнителя, только три мандарина. Но это по желанию вы можете использовать больше. Так скажем, кому как больше нравится. Друзья, спонсор сегодняшнего ролика официальный интернет-магазин Посуда Талер. Талер это высокое качество и стильный дизайн. Все, что нужно для приятного, комфортного, а самое главное плодотворного времяпрепровождения на кухне. В каталоге на сайте посудоталер.ру, ссылочку на который вы найдете в инфобоксе, можно найти интересующую вас посуду не только по внешнему виду, но и задать нужные для вас параметры. Объем, материал, покрытие и так далее. Не говоря уже о том, что такими предметами быта можно порадовать не только себя, но и приобрести в подарок. А используя наш промокод ТАРТОДЕЛ, вы получите приятную 15% скидку абсолютно на любой товар в официальном интернет-магазине Посуда Талер. А мы возвращаемся к мандаринам. Мандариновая кашица уже полностью остыла. Затем перемешиваем все, чтобы масса стала однородной, без комочков. И переходим к сливкам. Сливки должны быть обязательно охлажденные. Взбивать начинаем с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивая до плотной консистенции. Затем добавляем мандариновую кашицу. И в течение нескольких секунд перемешиваем, чтобы крем стал однородным. Вот такой в итоге получается мандариновый крем. Так, ну вроде все готово. Крем, наполнитель. Бисквит разрезаем на 4 коржа. И собираем торт. Сборка классическая. Корж, крем, наполнитель. И так до конца. Торт перетягиваю ацетатной пленкой и зажимаю в кольцо. Можно просто использовать пищевую пленку для этого. Верхушку прикрываю пищевой пленкой, чтобы верхний корж не заветрился. И отправляю отдыхать его в холодильник на 6-8 часов. Отдохнувший торт освобождаю от кольца, ацетатной пленки и покрываю творожным ганашем. Можете использовать свой любимый крем для покрытия. Крем я немного окрасила. Использовала обычный желтый гелевый краситель пищевой. В несколько этапов выровняла поверхность. И дополнила торт кольцом из мандариновых долек. Ну и разрез. Да, цвет у разреза не такой насыщенный, как хотелось бы. Но по вкусу, поверьте, мандариновей не бывает. Вкусный и нежный торт, который поддержит ваше новогоднее настроение. Я вам желаю всего самого доброго. Не бойтесь экспериментировать. Увидимся с вами совсем скоро в следующем ролике. Всем пока!